Новость о том, что в поселке Красный Ключ загорелась усадьба купца Стахеева, моментально облетела весь город. Люди задавались вопросами, как такое могло случиться и почему исторический объект не защитили. Серьезных барьеров, к примеру, как ограждение объекта высоким забором с колючей проволокой, действительно не было. Однако ряд мер, чтобы избежать проникновения в помещение усадьбы, администрация поселка все же приняла. Здание законсервировали. Если вы заметили, окна металлическими щитами закрыли полностью. Два входа в здание. Один вход полностью заварен. На втором входе висит антивандальный замок, который постоянно пытаются вскрыть. По идее, скажем, путей для проникновения понимали, что могут проникнуть. Поэтому, скажем, вот такие меры были приняты, чтобы народ туда не заходил. Жители поселка в происшествии подозревают подростков. Игнорируя замки и ставни, они попросту забирались на крышу через веранду. Откуда там огонь-то появился вообще? Молодежь-то каждый день собирается. Молодые люди, конечно. Они залазят туда наверх и сидят, курят. Шалость ребят тут. Ребята целые гуляют. На крышу сгонять приходится. Подожгли. Тут без присмотра. Я всегда постоянно тут хожу. Ребятишки. Они даже лазят туда наверх. Предположения местных жителей подтвердились. Оперативникам удалось на следующий день выявить зачинщиков пожара. По факту произошедшим, сотрудниками полиции было установлено трое подростков 13-14 лет. На сегодняшний момент все материалы собраны и будут направлены в прокуратуру для квалификации уже. Данное здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 19 веке и принадлежало управляющей стахеевскими имениями Чикину. Однако в народе его стали называть усадьбой или дачей купца Стахеева. Особняк Чикина являлся памятником архитектуры. И строение должно было быть под охраной государства. Данное происшествие показало, что тех мер, которые были приняты, было явно недостаточно. Глава города пообещал сделать все необходимое, чтобы такого больше не происходило. Мы восстановим кровлю, которая на две трети в результате пожара вышла из строя. Мы обеспечим контролем и средствами технического видеонаблюдения с выводом на пульт УВД. После происшествия историческая усадьба потребует серьезной реконструкции. Городоначальник рассказал, что восстановительные работы в будущем все же будут, чтобы сохранить исторический памятник для будущих поколений. Влас Златковский, Влас Семагин, НМЕДИЯ